Здравствуйте! Это новости спорта. О спортивных событиях и достижениях расскажу прямо сейчас. Отбор на Россию пройден. Дарья Никитина из Муравленко представит Ямал на всероссийских состязаниях по шахматам в Костроме. Первый большой хоккей на льду авангарда. Муравленковцы победители открытого городского турнира. Закрыли сезон. Лыжники приняли участие в финальной гонке «Ямальская лыжня». Шахматисты города вернулись с окружного турнира не с пустыми руками. В копилке нашей сборной три медали разного достоинства. Таких результатов воспитанники шахматного клуба не показывали на протяжении семи лет. Восьмилетняя спортсменка Дарья Никитина стала чемпионкой Ямала в классических шахматах и второй в быстрых. В стартовом рейтинге юная шахматистка была аж на шестой позиции, но сумела таки вырвать победу у соперницы из других городов. Для чемпионства ей необходимо было закрепиться в тройке лидеров. И у нее это получилось. По истечению семи туров она проиграла лишь одну игру. Несмотря на это завоевала лидирующую позицию. Даша уверена, шахматы – самый сложный вид спорта. И тем он более привлекателен для нее. Там надо думать, считать, сколько ударов на эту пешку или на вот эту. В конце мая Даша отправится на всероссийские состязания в Кострому. Другой подрастающий чемпион Кирилл Казаков на соревнованиях в Ноябрьске стал третьим. Самое трудное – это было именно просчитывать, как твой соперник будет играть. Мы все одинаковые. И просто есть люди, те, которые не так хорошо играют, как остальные. Еще самое трудное – это не считать соперника очень легким. Потому что мой друг считает соперника очень легким. Проиграл ему. Оба спортсмена тренируются под руководством наставника Руслана Хамитова. Результаты лучше, чем мы ожидали. Выше всяких ожиданий. Потому что самая младшая возрастная группа среди мальчиков и девочек до 9 лет. В этой группе у нас 7 лет не было чемпиона. Последний чемпион среди мальчиков у нас Инякин Илья в 2011 году был. Теперь спортсменка Никитина вместе с тренером в усиленном режиме готовится к всероссийским соревнованиям. Следующая амбициозная цель шахматистки – сыграть еще лучше, чем она умеет сейчас. Муравленковцы приняли участие в Ямальской лыжне. В день массового пробега на лыжи встали более 100 горожан. Организаторы предусмотрели разные дистанции для участников. Всем ли удалось их преодолеть, знает они Григорян. Старт еще не дан, но участники не стоят на месте. Разминаются. 7-летняя Даша пришла на забег с дедушкой. 80-летний Александр Васецкий привил любовь к лыжному спорту маленькой внучке. И вот уже больше года девочка упорно занимается лыжными гонками. И несмотря на свой юный возраст, Дарья уже знает, что такое воля к победе. Мне очень нравится ходить на лыжи. Почему? Потому что мой дедушка ходит на лыжи. И мне очень понравилось, как он катается. И мне тоже уже захотелось кататься, как он. Открыли программу соревнований малыши 2010 года и старше. В массовом забеге выступают участники 4-х возрастных групп. Для каждой организаторы предусмотрели свои дистанции. Самые маленькие преодолели расстояние в 1 километр. Девушки и женщины – 2, юноша и мужчины – по 3 километра. По словам тренеров, лыжный спорт пользуется у горожан все больше популярностью. К тому же тренировки помогают успешно сдавать нормативы ГТО. Из учета времени просто пробежать, насладиться весенней погодой уже. Самое большое преимущество, что мы проводим уже в апреле месяце. Если взять другие города, которые поюжнее, там уже снега в это время нет. А мы еще тут катаемся на лыжах. У каждого бегуна своя тактика и своя цель. И это далеко не диплом победителя. Константин Минаков лихо преодолел трехкилометровую дистанцию и пришел третий. Говорит, спорт – лучший способ провести время с пользой. Чтобы приобщать людей к спорту, чтобы занимались спортом и проводили время с пользой. Главная цель ямальской лыжни – привлечь людей любого возраста к активному отдыху и здоровому образу жизни. Поэтому нередко новички и любители покататься на лыжах становятся участниками забега. Наряду с профессиональными спортсменами. Я повышаю свои навыки. Когда бегу, удовольствие я получаю. Иногда удивляюсь, что смогла выполнить какой-то результат лучше, чем был. Нравится, когда тренер хвалит после соревнований. Всего в этот день вышли на старт около ста жителей самого разного возраста. Главная победа, которую одержал каждый из них – победа над собой. Лыжный сезон Муравленко закрыт. На ледовой арене спортшколы «Арктика» состоялся первый открытый турнир по хоккею. Серию игр провели спортсмены Муравленко и Ханемея. Первые вбрасывания, забитые в ворота шайбы – первый большой лед для юношей Муравленко и Ханемея. К турниру они готовились больше полугода. Так сошлись шайбы и свои стартовые соревнования молодые хоккеисты отыграли довольно интересно. Вся серия – это четыре команды, больше десяти встреч и около пятидесяти шайб в воротах. У нас было три игры, и самая сложная была последняя, но мы предложили все усилия, чтобы достать победу. Это четвертый по счету открытый турнир, который проходит в рамках программы «Социнвестиции. Родные города». Но первый – такого масштаба. Здорово, что снова к нам вернулся Ханемей, потому что один год они не смогли приехать из-за того, что мы не успели подготовиться. Но в этот раз мы видим, что подготовились они замечательно, и те игры, которые они показывали, они, конечно, даже во многом удивили наших болельщиков. За звание лидера в битве на льду сошлись сборные лицея и колледжа, а также хоккеисты Ханемея. Они играли и доигрались до финальной встречи. ММК-1 против хоккейной дружины Ханемея в борьбе за первое место боролись до победного. В принципе, игра была довольно яркая. Атаки были в обе стороны, и ребята показали весь свой класс. Хозяева льда обошли соперников с серьезным отрывом. Финальный счет на табло – 13-3 в пользу муравленковцев из ММК-1. ММК-1 противники были очень сильные. Если сравнить те команды и эти, то эта команда намного посильнее будет, чем табло. И я не думал, что они так будут быстро все делать, пасы, расписовка. Но вообще совсем другая, отличается от тех команд. Эта игра была самая ожидаемая. Эта игра давала свои плоды. Мы получили бесценный опыт этой игры. У Ханемея был абсолютно новый состав. Мы играли сами на пределе. Каждый знал свое дело. На церемонии награждения отметили лучших – защитника, нападающего и бомбардира. Лидером состязаний признана первая команда многопрофильного колледжа «Муравленко». На втором – ханемейцы, третья – у лицеистов нашего города. На спортплощадке «Олимп» завершилась настоящая битва школьников. Они приняли участие в соревнованиях по хоккею в «Валенках», которые проводили среди учащихся трех возрастных категорий в рамках программы социальных инвестиций компании «Газпром нефтеродные города» и при поддержке городской администрации. Давай, давай, давай! Игроком любительской команды мог стать любой учащийся шестых-восьмых классов. Теннисный мяч, небольшая спортплощадка, клюшка и валенки – все, что нужно для этого вида спорта. Особых умений, навыков, говорят ребята, не требуется. Надо было же все-таки как-то пробовать себя в новой роли, надо же всесторонне развиваться. Вот я и пришел сюда все-таки. Первый раз опыт хотя бы получу в этом виде спорта. Финальные игры завершены. Лидерами в трех категориях признаны сборные первой, второй и пятой школ города. Награждение команд-участниц состоялось 15 апреля в Центре спорта Муравленко в рамках фестиваля «Родной город Муравленко». В Муравленко завершилось открытое первенство по художественной гимнастике. В нем участвовали как начинающие, так и опытные спортсменки. Около 60 юных граций вышли на ковер. Самые маленькие спортсменки выступали по программе «Без предмета». Я хочу добиться успеха, чтобы у меня все получилось. А почему выбрала именно художественную гимнастику? Потому что я давно хотела стать чемпионкой и хотела добиться своего желания. Потому что, во-первых, я хочу победить и чтобы у меня всегда были первые места. Те, кто постарше, продемонстрировали навыки и умение владеть булавами, мечами, обручами и скакалками. Лучше всех с поставленной задачей справились Александра Сапильник, Виктория Мягких, Анна Прокопчук, Диана Болышева. Это все новости спорта. О новых событиях и достижениях расскажу в следующем выпуске.